МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши. Информационная программа Республика. В студии Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Работать по правилам. Ситуацию в сфере оборота алкогольной продукции обсудили в Доме правительства. Объединят, но не сократят Парецкую районную больницу. Объединили Шумерлинский медицинский центр. Всегда онлайн в Чебоксарах запустили сеть бесплатного интернета. Развитие местного самоуправления, предоставление участков работникам лесхозов, легализация продажи алкоголя. Эти вопросы сегодня рассмотрели члены Кабинета министров. Подробности в следующем материале. В закон, регламентирующий работу муниципальных властей, внесут коррективы. Это обсуждали члены президентского совета по развитию местного самоуправления. Глава республики отметил, что в ближайшее время на федеральном уровне намерены принять статус сельских старост. Будут поддержаны региональные программы создания комфортной городской среды. Президент своим поручением дал нам всем соответствующие указания. В течение 2018-19, 2020-2021, 2022 года все это должно присматриваться. Мы сейчас как раз, Александр, я обращаю к вам, рассматриваем над параметрами бюджета на трехлетний период. И следующее, увеличение срока давности привлечения к ответственности за административные правонарушения в области благоустройства территории. Потому что этот документ уже руководство для действий. В республике продолжат наводить порядок и в сфере оборота алкоголя. Чтобы максимально легализовать этот рынок, предприниматели обязали подавать декларации, в которых прописаны объемы реализованной продукции. Тем, кто нарушит принятый порядок, грозят крупные штрафы. По результатам 2016 года у нас за непредставление декларации о реализованной продукции было административно привлечено 41 лицу на сумму более 600 тысяч рублей. В текущем году это 9 лиц уже привлечено. И задача наша сейчас на потребительском рынке работать, убеждать, где качественная продукция продается, где некачественная продукция, где какие-нибудь сейры схемы используются. Члены правительства внесли и корректировки в бюджет региона. Основные суммы это 20 миллионов на инициативное бюджетирование и 5,7 миллионов рублей на снос и ликвидацию объектов недвижимости, подлежащих списанию, которые составляют казну Чувашской республики. Рассмотренные проекты должны утвердить депутаты Госсовета. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Копейка рубль бережет. О контроле за расходованием бюджетных средств шла речь на встрече главы республики Михаила Игнатьева с председателем контрольно-счетной палаты Светланой Арестовой. В этом квартале контрольно-счетная палата проверяет, как расходуются средства на капитальный ремонт и ремонт дорог. Например, медицинским учреждениям было выделено более 290 миллионов рублей. Деньги осваиваются, но есть замечания по своевременности и качеству проектно-сметной документации. Также идет проверка межбюджетных трансфертов города Чебоксары. Исходя из сезонности, проверяли заказчика управления ЖКХ и благоустройства. Именно там реализуются проекты, связанные с реконструкцией набережной и ремонтными работами в рамках приоритетного проекта Чебоксарской агломерации. Здесь достаточно большой объем субсидий – около 3 миллиардов рублей. Часть освоены, часть осваивается. По тем справочным материалам, которые я посмотрел, есть признаки некачественной подготовки к конкурсу на документации. Это должен заказчик сделать. В лице городской администрации полномочия они передали своему муниципальному бюджетному учреждению. Да, в честь отдельных. Как всегда бывает в отдельных случаях, отдельные подрядные организации между собой негласно договариваются и нет бюджетной эффективности. Действительно, контрольно-счетная палата выявила недочеты в документах. В случае электронных аукционов по реконструкции Чебоксарской набережной на первом и втором этапе бюджетная эффективность составила менее 1%. Казалось бы, здесь противозаконного ничего нет. Закон это допускает. Но второй участник в лице Остройком 21, он не раскрывает свое предложение. Но в то же время, когда мы начали по факту исполнения данного контракта смотреть, мы видим, что он практически, чуть ли не 100% получает субподряд по первому этапу набережной. Поэтому группа проверяющих констатирует факт. Выводы, наверное, будут делать уже люди, органы, которые компетентны в этих вопросах. Мы же просто сейчас вынуждены на это обратить внимание. В итоге и по первому, и второму этапу у нас получилось так, что аукционные процедуры закончились без конкуренции. То есть аукцион признан несостоявшимся, потому что второй не раскрыл предложение. И, соответственно, исключили с единственным участником. Объединят, но не сократят. В Чувашию Порецкая районная больница станет структурным подразделением Шумерлинского межтерриториального медицинского центра. Какие плюсы даст присоединение больницы и как это отразится на качестве предоставляемых услуг, узнала наша съемочная группа. Сегодня в Порецком районе проживают почти 13 тысяч человек. И каждый из них периодически нуждается в медицинской помощи. Врачи, медсестры, санитарки, лаборанты продолжат работу в тех же зданиях и с теми же обязанностями, что и раньше. Ни о каком сокращении медперсонала речи не идет. Оптимизация коснется только управленцев. Одна из причин присоединения Порецкой больницы к межтерриториальному центру – кредиторская задолженность на 8 миллионов рублей. Тех денег, которые нам выделяют, нам для хорошего развития нашей больницы не хватает. Нам хотелось бы, чтобы у нас здания были получше, потому что они все у нас требуют капитального ремонта. Оборудование тоже как бы стало уже плохое. Все машины уже изношены. И я думаю, что когда нас присоединят к Шумерлинской больнице, у которой и населения побольше, и мощности побольше, то вот эти проблемы, они постепенно от нас все уйдут. К врачам поречане ходят как к родным людям. Здесь и таблетками вылечат, и добрым столом, говорят пенсионеры. Галина Ивановна рассказывает, есть некоторые неудобства с перемещением. Предположим, пациентка из отдаленного нашего села должна приехать в Парецкую, пересясть на автобус в Шумерлинский, поехать в Шумерлю, оттуда приехать в Парецкую, а обратно в свою деревню она уже не попадет, поскольку автобусное движение в Парецком районе очень ограничено. Один-два раза в неделю, и после обеда практически уехать не на чем. Эту проблему планируют решить с помощью мобильных бригад. Сэкономленные после реорганизации средства, главным образом пойдут на ремонт помещений и закупку новой аппаратуры, техники и других необходимых предметов. Наши специалисты, наши доктора, которые работают, они профессионалы, они квалифицированные работники, но у нас старая аппаратура, на которых можно ошибаться. У нас, допустим, кардиограф, он может иногда снять такую, кардиограмму, что если врач не владеет, сама читать пленку, то и прочитает то, что написал кардиограф, это будет ужасно. В этом плане аппараты УЗИ у нас очень старые. А вот в Шумерлинском медицинском центре в этом плане есть чем похвастаться. Учреждение полностью оснащено современным медицинским оборудованием и инструментарием. Мы имеем оборудование высокого класса, это и УЗИ-аппараты, и компьютерный томограф, и рентгеновское оборудование, которые достаточны для обслуживания населения на том уровне, но который оказывает лечение наш министерриальный центр. Полностью реорганизация должна завершиться к 9 октября. Преобразования призваны совершенствовать логистику пациентов и повысить качество медицинского обслуживания. Рифат Фадкулин, Андрей Спиридонов, Республика. 13 сентября международная медицинская и фармакологическая общественность отмечает день рождения пенициллина. Именно в этот день, 88 лет назад, британский микробиолог Александр Флеминг опубликовал доклад о лечебных свойствах плесени. Однако его открытием стали пользоваться лишь спустя 15 лет. Кратко о прошлом и настоящей микробиологической науке в нашем сюжете. Это кадры из легендарной экранизации романа Вениамина Каверина «Открытая книга». В годы Второй мировой войны эффективность пенициллина при лечении ран и болезней изучали одновременно советские и англо-американские ученые. По одним данным, эффективнее оказался западный образец, по другим – отечественный. В те годы он назывался крустозин. Таким образом, клинический эффект был получен при лечении раненых как английским, так и русским препаратами. Поскольку комиссия установила, что дозы пенициллина крустозина ВМ были приравны к клинической эффективности значительно до 10 раз ниже оксфордского препарата, то, следовательно, я счастлив, что с первых дней этого беспримерного состязания я предсказал победу отечественному препарату. С тех пор началась эра антибиотиков – препаратов, которые принесли врачам новые возможности и новые проблемы. Вирусы и бактерии постоянно мутируют, в кратчайшие сроки вырабатывая устойчивость к антибиотикам. Именно поэтому ученым приходится постоянно искать новые соединения. Столь же активно ведутся поиски лекарств от рака. Когда они увенчаются успехом, для мирового здравоохранения это станет едва ли не важнее, чем открытие антибиотиков. В Чувашском государственном университете, как и во многих других вузах планеты, проводят исследования и опыты на предмет эффективности тех или иных веществ против канцера. Взаимодействуем с нашими учеными-химиками, с химического факультета. Они синтезируют целый пол веществ, различные структуры, и в том числе предполагают, что они могут обладать противораковой активностью. И еще одна группа веществ, которую мы изучаем, это вещества природного происхождения, для повышения активности которых мы тоже просим химиков их модифицировать, и тестируем в нашей лаборатории. Панацеи от онкозаболеваний пока не найдено, Но существует ряд лекарственных препаратов, которые, если и не излечивают до конца, то хотя бы замедляют развитие болезни и приносят облегчение пациентам. И в этом есть заслуга наших химиков и микробиологов. Поймали с поличным. В Чуваксарах задержали молодых людей, которые занимались сбытом наркотиков. 24-летние мужчины и женщины приобретали наркотики в интернете, затем закладывали их в тайниках. В рамках расследования уголовного дела следователи изъяли около 19 граммов наркотических средств. Суд приговорил чебаксарца к 8 годам в 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, а его подельницу к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор суда не вступил в законную силу. Быть в онлайне в Чуваксаре в телесеть бесплатного интернета. Протестировал новинку Татьяна Леонтьева. И если в песне Стаса Костюшкина вай-фае нет, то у нас он есть. Теперь парк Николаева – зона бесплатного интернета. Чтобы гулять по просторам интернета было удобнее и быстрее, в парке установили две точки доступа. Одновременно находиться онлайн могут 100 человек. Анжелика Столярова – молодая мама. В парке с ребенком гулять часто, поэтому новинку оценила. Во-первых, я могу вас фотографировать. Сразу же фотографии отправить бабушкам, дедушкам, своим друзьям, знакомым. Кроме того, вести переписку ВКонтакте. Когда передвигаешься по городу, не всегда интернет есть. И очень радует, что в таких общественных местах, где можно погулять с детьми, ну и самим тоже прогуляться, можно пользоваться интернетом. Теперь расскажем, как подключиться к вай-фай. В списке доступных подключений находим сеть ГорВайфай. Вводим свой номер телефона, затем полученный по СМС-ки код. Три простых действия, и вы в интернете. Без всяких там торможений. Все очень хорошо, мне нравится. Я в интернете достаточно много времени провожу. В ВКонтакте, Инстаграм, Ютуб там. Кроме парка Николаева, городской вай-фай работает в Волокриевском лесу, на Красной площади и на четырех маршрутах троллейбусов. Первым, четвертом, двадцатым и двадцать первым. На самых длинных. Но мы тоже хотим идти со временем и получить большее количество пассажиров, перевезти их с комфортом для того, чтобы они почувствовали разницу без вай-фая и с вай-фаем. Троллейбус с беспроводным интернетом легко отличить. На нем белые наклейки со значком вай-фай. В кабине водителя – точка доступа. Сеть запоминает пользователя. Авторизацию нужно пройти лишь раз, затем подключение станет автоматическим. А теперь давайте проверим, как работает вай-фай на ходу. Для этого загрузим вчерашний выпуск информационной программы «Республика». Как мы видим, все работает без проблем и загружается практически мгновенно. Пассажиры ловят бесплатную сеть уже две недели. Если даже у человека нет, например, то есть минусовой баланс, если он не может позвонить, любой месседжер может позволять, то есть позвонить кому-то, может что-то, если какая-то беда случилась, или наоборот хорошая новость, всегда на связи быть. Вай-фай в троллейбусе мне не нужен, потому что у меня хороший тариф компании, и у меня много трафика, в этом нет необходимости просто. Более трех с половиной тысяч горожан уже воспользовались городским вай-фаем. И это только начало. Проект пока еще работает в пилотном режиме. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, «Республика». Контейнеры в Новочебоксарске наконец-то стали освобождать от мусора. На работу задействованы более 20 человек. За двое суток вывезли почти 16 тонн ТБО. 200 юнормейцев из 14 субъектов округа собрались в Оренбурге на военно-спортивных играх «Зарница по Волжье-2017». Все участники – победители школьных, городских и республиканских соревнований. Сильнейшие «Зарничники» округа будут состязаться в беге на 60 и 1000 метров, стрельбе из пневматической винтовки, метании гранаты, силовой гимнастике и военной подготовке спортивным ориентированием. В соревнованиях по преодолению полосы препятствий команда из Чувашии заняла второе место. В силовой гимнастике в личном первенстве третье место завоевал Александр Софьянов, а победил Максим Молочников. Он смог подтянуться 31 раз. У метания гранаты команда нашей республики заняла пятое место. В программе «Зарница по Волжье», «Тактическая игра на местности» и «Военно-историческая викторина». Команда-победительница будет защищать честь Приволжского федерального округа в финале Всероссийской военно-патриотической игры «Победа». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. До встречи в эфире национального телевидения Чувашия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова